Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Продолжаем разбирать фундаментальный фон, следить за событиями и за реакцией финансовых инструментов. Как и ожидали, движение на финансовых рынках соответствует, наверное, тому фону, который складывается. Движения интересные, по многим инструментам формируются тренды, продолжаются тренды, чего стоит только нефтянка, где мы уже по бренду наблюдаем котировки выше 71 доллара за баррель. Здесь хочется сделать небольшое лирическое отступление. Друзья, если вы все-таки по-прежнему держите длинные позиции, молодцы, вы получаете уже сверх профит, сверх прибыль, ну, выше, больше, чем по тем ожиданиям, которые у нас были раньше, потому что мы планировали все-таки добраться только лишь до 70. Я признаюсь, я пока что вот уже в статусе стороннего наблюдателя, как и говорил. На текущий момент я никакой активности на рынке черного золота не предпринимаю, но ситуация может очень быстро измениться. Я лично жду отчета завтра по запасам и считаю, что если прошлая ставка на возможность скорого разворота была верной, то у нас в принципе уже завтра будут созданы предпосылки для потенциальной коррекции. Мы ждем, друзья, торговую сессию среды. Разумеется, завтра на брифинге я еще раз попробую резюмировать весь тот фонд, который сложился, подытожить все, подготовить вас и к протоколам, и к заседанию Европейского Центрального Банка, и к экстренному саммиту ЕС, который также посвящен вопросам Брекзита и так называемой возможной очередной еще одной отсрочки в этот раз потенциально до 30 июня. Завтрашний день будет крайне насыщен на события, как я уже отметил. Мы будем наблюдать серьезнейшую волатильность, готовьтесь к этому, считайте, что сегодня последний такой лайтовый день, когда можно поработать с депозитами, поготовиться к сделкам, прикинуть на какое событие вы поставите, на что вы будете уделять, чему вы будете удивлять больше внимания и так далее. Ну, в плане событий текущей торговой сессии выделить-то, собственно, и нечего. Возможно, давайте поработаем с статистикой от Американского института нефти. В 23.30 по московскому времени выйдет этот релиз, так же, как ситуация с американским рынком труда перед он Фармперлс, у нас статистика от ЭДП. В принципе, перед официальными данными от Минэнерго США мы с вами анализируем данные от АПИ. Отчет будет очень важный, но я думаю, что сейчас на него распыляться не будем. Все-таки официальные данные – это торговая сессия с релиз, завтрашний, собственно, день. И вот на завтрашнем брифинге уже поговорим. А сейчас в целом по нефтянке, что у нас преобладает в плане настроений, почему котировки растут. Факторов, в принципе, очень много. Участники рынка подхватили действительно тенденцию положительную, восстановительную прошлой недели. Пытаются пройти выше 70 долларов за баррель, чтобы, возможно, обеспечить себе какую-то базу для роста, застраховать себя от потенциально небольшого отката, чтобы не растерять много и, по возможности, впоследствии снова собраться и продолжить расти. Ну, возможно, кого-то тешит такой аргумент, такое объяснение происходящего. Но я еще раз повторяюсь, друзья, то, что мы оказались выше 70 долларов за баррель, то, что сейчас находимся на отметке 71 с небольшим, это вовсе не означает то, что мы с вами работаем с очевидным продолжением восходящего тренда, который не закончится, который будет направлен на 75 и выше. Это может произойти, но для этого должен быть, наверное, более интересный фундамент, которого на текущий момент мы не видим. В частности, сейчас котировки нефти отыгрывают все те же факторы, о которых я говорил уже не раз. Это признаки сокращения производства нефти стран ближневосточного картеля. Это признаки сокращения мирового предложения за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы. Кстати, накануне Трамп объявил национальную гвардию Ирана, террористической организации. Возможно, следующим шагом будет усиление санкционной агрессии против данного ближневосточного государства. Конечно же, участники рынка сейчас с особой охотой покупателей нефти отыгрывают очередной конфликт геополитической напряженности в Ливии. Интересный фонд, поскольку, в конце концов, он также может впоследствии обернуться санкциями США против данного государства и, соответственно, создастся еще один риск для мирового предложения. Вчера делал акцент на то, что участники рынка не отреагировали даже на данные по количеству нефтяных буровых в США. Это, на мой взгляд, немного неправильно. Все-таки на этот фонд уже стоит посматривать. Ну, давайте дождемся уже завтрашней статистики по запасам и попробуем поработать с данными по тому, насколько было увеличено и было ли вообще увеличено производство нефти в США. Если окажется, что Штаты обновили новый рекордный показатель, напомню, что на прошлой неделе именно так оно и произошло. 12,2 миллиона они уже добывают, плюс 100 тысяч прироста за неделю. Опять же, оглядываемся назад, помним, что количество терминалов буровых увеличилось. Логично предположить, что и американские производители стали потенциально более активными. Значит, и показатели могут быть повыше. Если продавцы, которые остаются на рынке, конечно же, больно смотреть за ростом бренда, сейчас ждут возможности, когда можно будет навалиться на продажу, потенциально завтрашний день может создать подобные условия. В общем, на этой ноте давайте с нефтянкой мы покончим. Я стараюсь быть максимально объективным, друзья. Но сейчас обрисовываю такой общий фонд, потому что в данном случае у меня позиций нет. Я тоже призывал вас, в принципе, сейчас уже пост не держать, потому что мы сделали нашу цель. Доллар-иена 111.33. Вчера вышел отчет по производственным заказам. Минус 0,5%. Еще один слабый релиз. Мы на брифинге разбирали данные по американскому рынку труда. С двух сторон, с разных плоскостей рассмотрели его. С одной стороны, это количество новых рабочих мест увеличилось на 196 тысяч. Это, конечно же, позитивный фон, учитывая, как сильно этот показатель контрастирует с тем, что у нас было в позапрошлом месяце. Но, опять же, есть и негативные моменты, связанные с прочими компонентами этого отчета, а именно с темпами роста заработных плат. Потому что в прошлом месяце они выросли всего лишь на 0,1%, в то время как в феврале мы видели показатель на 0,4%. Я думаю, что не нужно повторять, насколько этот отчет важен действительно для перспектив американской монетарной политики. У нас на носу протоколы Федрезерва. Это, как я уже отметил в начале брифинга, завтрашнее событие. Допускают, что более низкие темпы роста заработных плат, в принципе, оправдывают решение американского регулятора повременить с дальнейшим повышением ставок. Если в протоколах у нас поскользнет очередной сигнал того, что ожидательная позиция по-прежнему актуальна, она необходима и будет продолжена точно уж на протяжении всего 2019 года, я считаю, что это, конечно же, хороший катализатор для снижения курса доллара. Прежде всего, на такой фон, на потенциально более мягкую политику отреагируют американские облигации. Они сейчас находятся в районе 2,5%. Это крайне низкое значение. Вчера я говорил также и про активные словесные интервенции Трампа, его критику в адресе Федрезерва. Сейчас все больше и больше, если задастся целью, можно найти информацию о том, что американский регулятор не просто занял выжидательную позицию, а потенциально может рассмотреть возможность даже смягчения монетарной политики настолько, что следующим шагом будет даже снижение процентной ставки. Вот, собственно, и Трамп, помните, предлагал Джерому Пауэлу отказаться от жесткой политики в пользу новых раундов количественного смягчения. Ну, оправдывает все это, конечно же, низкой инфляции. Если в этом есть какое-то зерно истины, то спорить с этим, наверное, не нужно, потому что низкая инфляция, конечно же, является проблемой, и самый лучший инструмент борьбы с ней – это экономические стимулы. Но если еще больше повариться в этой теме, может оказаться, что это и не совсем так, потому что у нас явный пример еще и Европейский Центральный Банк, который борется с низкой инфляцией на протяжении последних 5-6 лет сверхагрессивной монетарной политикой в плане стимулирования, но ничего у них не выходит, потому что индекс потребительских цен, как базовое значение, был ниже единицы, так там и остается. В общем, немного отвлеклись мы по доллару и иене, друзья. Я повторяю, что мы видим больше сигналов того, что политика будет постепенно смещаться в сторону каких-то мягких заявлений. Мы не будем говорить о жесткой монетарной политике в рамках Федрезерва. Мы с вами по-прежнему ждем развязки в отношениях США и Китая, хотя даже несмотря на то, что на этой неделе переговоры будут продолжены в формате телеконференций, мы знаем по последним заявлениям, что несмотря на прогресс заявлений от официальных лиц, все равно есть вопросы еще спорные, трудные и странам предстоит пройти большой путь. Я считаю, что вот такой комментарий можно трактовать как полное отсутствие оснований для того, чтобы в конце концов вот сейчас уже подписать двусторонние соглашения, призванные положить конец тарифной войне. По доллару и иене, друзья, резюмируем то, что было сказано, сохраняем короткие позиции. Я жду торговую сессию среды, так же, как и вы, и жду, что доллар окажется под еще большим давлением после протоколов. Евро против доллара 1.1264. Европейская война сейчас, возможно, растет на общем повышенном спросе на рисковые инструменты. Рынок еще отходит от позитивных комментариев, связанных вот с переговорами США и Китая. Ну, кто-то, да, отрабатывает этот фон. Но в то же время, если вернуться к более насущным европейским проблемам, связанным с макроэкономической статистикой и с будущим вектором монетарного режима, становится ясно, что это лишь небольшой рост, который мы неоднократно наблюдали, перед тем, как продавцы накапливают достаточное силы для отработки еще более выраженного, мощного, нисходящего импульса. В частности, индекс уверенности Сентикс инвесторов минус 0,3%. Объем экспорта Германии минус 1,3%. Я думаю, что после января, февраля и марта, то есть когда мы сейчас будем с вами говорить спустя неделю-две об окончательных цифрах по экономическому росту за первый квартал, я думаю, вы не будете удивляться крайне слабым отчетам, потому что на фоне таких показателей торгового баланса и просадки экспорта, жизненно важного экспорта для ведущего локомотивового валютного блока, разумеется, не на что больше надеяться. Также, друзья, я напоминаю вам, что завтра заседание ИЦБ, пресс-конференция и потенциальные мягкие комментарии от Драги. Еще одна новость, которую я хочу поделиться, этой новостью буквально несколько часов со ссылкой на Financial Times, то, что США рассматривают возможность введения дополнительных пошлин на европейские товары. Буквально вчера я говорил об этом, и, соответственно, этот риск уже реализовался. То есть свято место пусто не бывает. Вроде бы как США оставили в покое Китай, но новой жертвой теперь потенциально станет Европейский Союз. Там больше всего бочку катят на авиастроительную корпорацию Aerobus, пытаясь выбить дополнительные преференции для собственного американского Boeing, особенно после тех трудностей, с которыми столкнулась эта компания в последнее время. По евро, друзья, сохраняем исключительно короткие позиции. Надеюсь, мне удалось убедить вас, почему. Фунт против доллара 1.3075. Все ждут завтрашнюю сессию, все ждут саммит ИС и обсуждение уже на крайне высоком уровне возможности продления периода выхода Англии состава ИС. Сейчас пока что эта дата датируется 12 апреля, то есть фактически в эту пятницу. Мы помним, что на прошлой неделе Тереза Мэй сделала соответствующий запрос к ТУСКу о том, чтобы продлить этот период выхода. Официального ответа пока нету, но, видимо, конечно же, ждут саммит. Я не сомневаюсь в том, что эта дата будет пролонгирована. Возможно, до 30 июня. То есть Англия будет участвовать в европейских парламентских выборах. Но уже не раз говорил, что еще одна возможность и попытка, которая завершится удачей, вырвать время, в конце концов, ни к чему не приведет. Отдельные, кстати, депутаты Палаты общин стали добиваться и сейчас делают это проведение очередного вотома недоверия Терезе Мэй, потому что, в принципе, у них железобетонный аргумент. И как можно рассчитывать на какое-то продвижение вот в этом самом настоящем политическом кризисе, связанном с Брекзитом, с таким слабым лидером и с расколотым кабинетом министров. Ну, это действительно так. Терезе Мэй не удается и не договориться, не сплотить парламент с правительством, да и вообще вывести страну из этого тупика. И чем больше процесса затягивается, тем больше разговоров о том, что Англия и вовсе все-таки поставит на реверс вот этот процесс Брекзита и вообще не выйдет из состава Европейского Союза. Друзья, я считаю, что вот эта политическая неопределенность – это хорошая почва для того, чтобы торговать через короткие позиции. Я об этом, наверное, уже говорил. Цель по фонду против доллара отметка 1.28, вы это знаете. Про другие инструменты австралийц, новозеланец, канадец, в принципе, сказать нечего. Котировки особо не изменились за время нашего прошлого брифинга и новостного фонда не было интересного, которое стоило бы сейчас обсудить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok